Рабочая сила в марксистской политической экономии, способность человека к труду, совокупность физических и духовных способностей, которые человек использует в своей деятельности, рабочая сила в статистике, количество людей, готовых работать по найму. В разных странах этот показатель считается по-разному, обычно он включает число работающих с прибавлением зарегистрированных безработных. Существуют возрастные и другие ограничения, например, американская статистика учитывает людей не моложе 16 лет. Есть определенные методологические вопросы, например, включать ли в этот показатель самозанятые населения или только работающих по найму. В большинстве случаев подобная категория населения учитывается в составе другого показателя экономически активное население. Иногда под рабочей силой понимают также работников какого-либо предприятия, зачастую за исключением административного персонала. Рабочая сила в популярной литературе и публицистике. Рабочие наиболее часто подразумеваются рабочие физического труда, выполняющие работы низкой квалификации. Обычно не делается различий между добровольным наймом на работу и принудительным трудом. Пример. Целями оккупационного режима были уничтожение СССР как государство и превращение его территории в аграрно-сырьевой придаток и источник дешевый. Рабочая сила для Германии и ее союзников. Рабочая сила в теории Карла Маркса. Карл Маркс в своей работе «Капитал» утверждал следующее. В условиях капиталистического способа производства рабочая сила является специфическим товаром. Носитель рабочей силы является ее собственником и юридически свободен распоряжаться ей. В то же время у него нет средств производства для самостоятельного хозяйствования, и для получения средств к существованию он вынужден продавать свою рабочую силу. Стоимость рабочей силы определяется затратами на поддержание жизни рабочего и должного уровня его работоспособности, на его достаточное обучение, образование и воспроизводство. Эти затраты значительно зависят от уровня экономического развития страны, природно-климатических условий, интенсивности и сложности труда, занятости женщин и детей. Стоимость рабочей силы проявляется в виде заработной платы, на которую дополнительно оказывают влияние ситуация в экономике и на рынке труда. В период экономического подъема и повышенной занятости зарплата может существенно превышать стоимость рабочей силы, что позволяет рабочим существенно улучшить свое материальное положение. В период спада зарплата может спускаться ниже стоимости рабочей силы, что приводит к расходованию ранее накопленных запасов и к резкому ухудшению положения рабочих. Ценностью рабочей силы как товара является способность в процессе труда создания новой стоимости, которая обычно больше уплаченной рабочему стоимости. Такое превышение Маркс назвал прибавочной стоимостью. Именно прибавочная стоимость служит основой формирования прибыли. Рабочая сила не всегда является товаром. Она может не принадлежать человеку и забираться без эквивалентного обмена. Человек может не обладать юридической свободой. Человек может самостоятельно работать и продавать потом результаты труда, а не собственный труд. Критика марксистского подхода. Часть экономических теорий не признают рабочую силу самостоятельным товаром. Они обычно утверждают, что рабочий продает непосредственно труд. Формирование прибыли они объясняют особыми свойствами капитала или платы за редкостность предпринимательского таланта.